Мария Складовская-Кюри, Мария Майер, Розалин Ялоу, список женщин-лауреатов знаменитой Нобелевской премии за открытие в области технологии, физики, химии, медицины, можно перечислять очень и очень долго. О них, об их предшественниках и последователях рассказывали в рамках встречи школьникам представители областной библиотеки имени Горького. Женщины всегда стремились к знаниям. Их выдающиеся успехи в этой области достойны внимания и уважения. День посвящен тому, чтобы привлечь внимание женщин к их собственным возможностям, пробудить веру в их собственные силы и показать, что на протяжении многих-многих веков женщины в науке тоже были. Хотя, может быть, их имена менее известны, их было, конечно, меньше, чем мужчин, потому что образование для женщин не сразу стало доступным. Но они были и были очень значимы в разных сферах. Вообще в отделе такие мероприятия проходят достаточно регулярно. Сейчас чуть меньше для того, чтобы соблюдать социальное дистанцирование и все необходимые нормы. И поэтому мы проводим не всегда в больших группах такие мероприятия. Но стараемся где-то раз в месяц что-то такое тематическое у нас происходит. Своё мероприятие организаторы разделили на несколько тематических блоков. После информационно насыщенной лекции девочкам предложили попробовать себя в роли изобретателей и рационализаторов. Собрать электрическую цепь, запустить небольшие механизмы, опробовать 3D-ручки. Восторга от происходящего процесса у юных исследователей было достаточно. Мне было очень интересно, так как вначале у нас была какая-то теоретическая часть, где мы познакомились с биографией интересных женщин, которые вложили огромный вклад в науку. Но потом мы сделали всякие интересные штучки, попробовали 3D-ручки и электронный конструктор. Но не только дети смогут найти здесь развлечение по душе. В отделе литературы на иностранных языках и центре InfoUSA сейчас проходят сразу три необычные выставки, где подняты такие разные, такие интересные темы. От вопросов толерантности до личности Костюшка и значения его подвига в судьбе различных стран. Посетить их в удобное время может любой желающий. Вход свободный.